День Жон Мироносец Мы захотели провести вот такую благотворительную ярмарку. Эта акция «Милосердие» впервые прошла в Одинцове. В ней приняли участие воспитанники школы «Лествица», Центра эстетического воспитания, а также воскресной школы. Вероника принесла на ярмарку бумажные лилии, а еще порадовала гостей своим выступлением. Лилии я делала очень долго, и так было очень интересно наблюдать за тем, как лилии растут все время. И было бы очень приятно узнать, что все мои лилии раздали на ярмарке. Для гостей праздника организовали мастер-класс по пряничной росписи, кузнечному мастерству и живописи. По словам художницы Анны, чтобы нарисовать символ ярмарки, белый цветок – очень важна наблюдательность как взрослым, так и детям. Здесь, на этом цветке, мы еще и получим навык наблюдения за тем, как один листочек вверх потянулся, как другой вниз, как он развернут в пространстве. То есть еще и пространственное, такой первый опыт. Сад Гребневского храма стал белым от бумажных цветов и кружев. Самое главное – каждый посетитель мог приобрести сувенир и тем самым помочь детям, говорит директор православной школы «Лествица». Суммы, которые требуются детям, они разные. Поэтому в зависимости от того, каков будет материальный итог в сегодняшней ярмарке, мы обязательно определим тех деток, каким мы в состоянии будем помочь, той суммой, которую собрали. И свяжемся с их родителями по контактным телефонам. Соберем обязательно такую группу ребят. И этой группой с родителями, с ребятами придем в гости к данному ребенку и обязательно вручим те средства. Расскажем о нашей ярмарке, покажем фотографии, как это проходило. И вручим эти средства, которые, надеюсь, им помогут. Екатерина Крамор, Дмитрий Гаврилин, телекомпания «Одинцова».